Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! В эфире программа Аналитика Политика. Программа, которая в последнее время достаточно редко у нас выходит, потому что все кризис, кризис, кризис. Но политические процессы никуда не делись. Они остались и люди, которые в них участвовали тоже. Сегодняшний наш гость в недавнем прошлом политический зэк освободился в 2019 году. И тоже, как и я, видеоблогер. Ну, я не только видеоблогер, я еще и инженер, но он видеоблогер и общественный такой активист, который участвовал и в пикетах там, и боролся с несправедливостью властей, ну, за что и получил статью 282. Ну, русская статья так называемая, экстремист и все такое прочее. Вот его определили за ролик, в котором он призывал на несанкционированный сход народа против повышения стоимости проезда на маршрутках. Ну, и еще был один ролик, касающийся Донецка и Луганска и людей, которые приезжали. Ну, на мой взгляд, если они не хотят жить в Украине, то могут, в принципе, жить и где-то в русском мире, если им так нравится. Но, то есть, я тут с ним не согласен. Но, тем не менее, сегодня у нас в гостях Вадим Тюменцев из Сибири. И, Вадим, ну, насколько я понимаю, ты вышел по УДО, вот насколько об этом говорит ТАСС, что тебя выпустили досрочно, определили тебе 5 лет, а выпустили в 19-м. Вот такая преамбула, да. И у тебя остались какие-то впечатления от мест заключения и какая-то фактическая информация, которую бы ты считал важным донести до людей. Ну, вот тебе слово. Спасибо, Игорь. Хотелось, в первую очередь, сказать, что все-таки я не по УДО вышел. Вышел я по декриминализации 282-й статьи, а было у меня их две, 282-я и 280-я. То есть, разжигание и призывы. Вот. Ну, я считаю, что ничего не разжигал и ни к чему не призвал, но, тем не менее, отсидел я 3,9 из этих пяти. И просто декриминализировали статью, и она стала вроде административной. Вот. А впечатления у меня такие. В последнее время в Томской области стали происходить интересные события. Раньше, в колониях, раньше эти события в большинстве случаев оставались без внимания. Со стороны общественников, ну, в силу разных причин. Прежде всего, потому что заключенные сами не хотели говорить о тех проблемах, с которыми они сталкивались. То есть, все время, что у тебя там снег под глазом? Да, я споткнулся. Ну, вот в таком стиле проходило общение с уполномоченным. То есть, люди отказывались в дальнейшем от своих заявлений. А вот сейчас произошло нечто особенное. Первая информация, которая появилась в сети, она датирована 13 мая, что в ЛИУ-2, лечебном исправительном учреждении, которое в Томске находится, произошел такой странный случай, что человек заключенный покалечен, травмирован, и что его избили, избили сотрудники. И что в связи с этим возбуждено уголовное дело. Видимо, первоисточником является сайт Следственного комитета Томского. Потом эта информация через сутки обросла новыми подробностями. И, как ни странно, дальше ничего не произошло. То есть, дело возбуждено, но по факту не в отношении кого-то. Меры пресечения, об этом не сообщают, чтобы мера пресечения в отношении сотрудников колонии была избрана. И очень похоже, что в перспективе это дело будет спущено на тормозах, так же, как в свое время по ИК-3 был сотрудник, если не ошибаюсь, заместитель начальника он был, Олег Какунин. Это было 8 лет назад. Он вывозил на дачу заключенного, чтобы он ему там плиты как-то укладывал. Ни одного заключенного, ни нескольких. И вот один из них погиб. И вообще информация разная. Среди заключенных, может быть, это миф, есть такая точка зрения, точка зрения, кто-то не утверждает, что это именно так, но что все-таки его живого еще привезли в колонию. Никифоров, фамилия этого заключенного, он умер. Его привезли с дачи. Не знаю, живого-мертвого историю умалчивает. Но факт в том, что спасти его не удалось. А начальнику за это дело дали 4,5 года решения свободы. Условно. Вот примерно по этому же сценарию, я думаю, будет развиваться дело и в Ливу-2. Ну, по крайней мере, так, видимо, хотелось бы. Ну, то есть, ты считаешь, что система ФСИН – это такое новое рабовладение, и заключенные не имеют фактически никаких прав против сотрудников ФСИН? Или же все-таки это просто какие-то частные случаи? Вот на твой взгляд, это система, или же это частный эксцесс? Это система. Эта система, и только, как говорится, винтовка рождает право. Ну, здесь, в данном случае, у человека практически нет никаких возможностей отстаивать свои права. Он неизбежно становится жалобщиком. То есть, обращается в различные инстанции. Ну, и в отношении… Ну, это как бы общая такая ситуация, да? И в отношении него пытаются его там запрессовать, чтобы он никуда не писал. Это может быть грубо сделано, может быть более в мягкой форме. Но ему так или иначе дадут понять, чтобы он сидел на месте и не предпринимал никаких действий. Ну, я приведу самый простой пример. Если уж разговор зашел про рабство, то, что я видел, а я отбывал наказание в третьей колонии Томска, то, что я видел, это труд сотен людей, бесплатный труд, в том числе и мой труд, который не оплачивался. То есть, люди работают бесплатно. Не все. Некоторые на ставке. И они сталкиваются с тем, что работая, соглашаясь на такие условия, вот последний случай был в третьей колонии, отрубила парню пальцы на станке. Статья есть. Называется «Куликовская битва». Ну, его фамилия такая, не истинная, а вот, как сказать, опубличенная, Куликовский. Реальная фамилия у него другая все-таки. Так вот, обрубил ему пальцы, и он ничего не смог доказать. Несмотря на то, что правозащитники вступились, то есть, к нему, вот с его рассказа, пришли сотрудники, предложили ему написать, что это случилось там по другим причинам, несвязанным, что это как-то с уборкой и территорией связано. Он сделал это, потом написал другое заявление. Но факт в том, что он, фактически, речь идет о том, что он стал инвалидом, а доказать он ничего не может. согласившись вот на те условия работы, которые были в колонии. У меня такой вопрос. Вот это касается вообще всех заключенных, воров, мужиков, политических, или же есть какая-то разница? То есть, кого-то эксплуатирует больше, кто-то более бесправен в нынешней системе ВСИН. То есть, есть ли разница между тем, воры вообще работают, мужики и политзаключенные? Вот я условно на три группы разделил. Ну, этих категорий статусных там гораздо больше, и политзаключенные точно такую категорию не представляют, но вопрос даже не в этом. Вот это разделение, которое, ну, скажем так, апеллирует к понятиям больше, оно нужно скорее для сотрудников, для оперов, чтобы манипулировать заключенными. Ну, конечно, ну, там у всех по-разному складывается жизнь. Но сейчас все-таки не про это. То есть, что вот один вкалывает до потери пульса в какой-нибудь красной колонии, в черной колонии, это будет несколько иначе, которая подчиняется, одна подчиняется больше администрации, другая, так скажем, братве. Но я наблюдал такие случаи, когда приблотненные заключенные освобождаются по УДО, что с точки зрения понятий как бы тоже не приветствуется. Но, вот честно говоря, я считаю, что эти понятия разделяют заключенных. они их разобщают и делают возможным то, что происходит сейчас. Да и, в принципе, то, что происходило, никогда не прекращалось. Ну, вот давай тогда перейдем к проблемам, к текущим проблемам отечественного ФСИНа. По крайней мере, вот то, что ты видел сам, можешь об этом говорить, ну, как говорится, с полным пониманием того, что ты говоришь. А то, что ты видел, то, что ты знаешь и то, что достоверно. Ну, да. Значит, собственно, об этом случае. 8 числа, 8 мая отмечали день оперативного сотрудника. 9 мая у нас день победы. Так вот, судя по той статье, которая размещена на ТВ-2, статья Лидии Симаковой называется «Угрожали изнасилованием. Подробности избиения заключенного в Томской колонии». Со слов председателя ОНК по Томской области Ивана Шевелева, она записала, что двое заключенных, они были что-то вроде расконвойки, насколько я понимаю, то есть как колония-поселение или как это, но что-то вот все-таки у них помягче условия были, чем в Лиу есть. Они работали и употребили алкоголь, находились за пределами колонии. привезли в колонию, тут долгая история, 9 мая они уже протрезвели, их вызвали, так сказать, на беседу к заместителю начальника. И вот этот заместитель начальника к одному из этих заключенных применил силу. И не только применил силу, рассказывает Иван Валентинович Шевелев, но и пообещал какие-то насильственные действия сексуального характера. В результате этот заключенный был вынужден выпрыгнуть в окно и, насколько я понимаю, речь идет о втором этаже. И он получил серьезные травмы. Одной или двух ног тут непонятно из самого текста. То есть несколько есть публикаций и непонятно насколько серьезные травмы, но во всяком случае операции этому парню предстоит. И это произошло на глазах сотрудников, на глазах еще одного заключенного. Потом вот этого парня, который выпрыгнул из окна, далее рассказывает Иван Шевелев, значит его по требованию заместителя начальника обратно приволокли другие сотрудники в кабинет. где избиения и угрозы продолжились. Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова подтвердила более сглаженной форме но подтвердила вот этот рассказ они значит это версия заключенного значит Шевелев и Карташова пришли к нему 13 мая в больницу и вот это он рассказал было возбуждено уголовное дело по факту то есть пока не ясно кого именно из сотрудников привлекут из контекста вот этого сообщения можно понять что речь все-таки идет скорее всего не о просто замначальника а о человеке который как-то связан с оперотделом обычно в такой роли выступает зампобор заместитель начальника по оперативной работе и по безопасности вот в данном случае я не могу ничего утверждать но заместителем начальника работает там Чегряй а начальником колонии Вакар и тот и другой работали в оперативном отделе ИК-3 когда это было наказание в третьей колонии Вакар некоторое время был начальником оперотдела а Чегряй его подчиненным ну я так думаю не будет слишком большим преувеличением сказать что Вакар пошел на новую должность в Лио один начальником и решил как-то с собой взять своего подчиненного ну или как это по-другому сказать пригласить на эту должность я работал в колонии библиотекарем но как сказать козырное место начальником оперотдела одно время потом он стал начальником по замполитам то есть как тебе удалось библиотекарем устроиться насколько я понимаю по понятиям это очень такое престижное место но на самом деле надо понимать что до того как сесть третью колонию я кое-что от третьей колонии и снимал то есть я снимал сюжеты с Владимиром Воробьевым бывшим заключенным колонии который вышел рассказывал вот то что я вам сейчас рассказываю только в ролике намекаешь что я эстафета принимаю да вот опубликовал ролики с ним естественно это руководством колонии не одобрялось там отбывало наказание мой знакомый Сергей Зайков который губернатор Томской области Креса в свое время ударил ну это дела минувших дней но вопрос в том что об этой колонии я снимал сюжеты и достаточно много а потом сам в нее сел и соответственно Авакар в то время был оперативником у него естественно был интерес вот библиотека да блатное место ну не так неправильно говорить с точки зрения черных скажем так это наверное неправильный выбор потому что это все-таки как-то проадминистративная все-таки такая должность или как-то позиция что ли в этой всей системе то есть ну некоторые воспринимают библиотеку как синекура я в принципе книгами занимался достаточно основательно там то есть это было Чи гонял конечно но это было все-таки место где надо было книги расставлять и перебирать и составлять картотеку там ну много своих моментов вообще обычно библиотекарями или какими-то там парикмахерами по терминологии минувших дней Солженицын который пишет это придурками звали то есть ну такие какие-то местечки где можно было выжить ну в те в те года вот Солженицын тоже был я так насколько понимаю лагерным придурком вот и ну библиотека да в моем случае мне взятку не приходилось платить они понимали видимо что в некотором роде что-то типа плата за молчание ну я так понимал эту ситуацию вот а я изначально да хотел библиотеку но все-таки речь наверное немного не об этом вот Ивакар стал заместителем начальника по воспитательной работе после некоторых там ситуаций с наркотиками я так понимаю это был у него прокол и его решили все-таки сместить с должности я предполагаю начальника вот этого отдела по оперативной работе и сместили ну вроде это тоже как понижение хотя вроде формально повысили вот ну и он занимался в том числе и книгами ну вот в этом смысле у меня с ним были контакты поэтому я его как человека маломальски представляю сейчас сейчас он начальник ЛИО Чигряй вот про Чигряя я могу сказать только я не утверждаю что это он конечно кого-то там выкинул и применил физическое насилие но я могу для себя я уже определенное решение так сказать принял то есть я понимаю кто чем занимался скорее всего вот значит Чигряй мне запомнился вообще как человек достаточно культурный но те люди которые знали его как бы с другой стороны говорили что это серьезный опер сотрудник и лучше с ним не конфликтовать но давай все-таки вот от частности перейдем к общему к общей проблеме заключенных и в СИН в России вот понятно что есть конкретные сотрудники про которых ты вот знаешь но возможно есть какая-то история и по другим исправительным учреждениям ведь все-таки в тюрьмы люди попадают тоже не просто так не все политические там попадают и чисто по криминальным статьям ну как бы да здесь нет никакого секрета что большая часть наверное тех кто там сидит в колониях здесь в данном случае мы говорим о колонии это люди которые какое-либо правонарушение совершили но в то же время там много тех кто либо не за то сидит что сделал либо вообще не делал того в чем его обвиняют там просто много невиновных но хотя с другой стороны вы понимаете как к этому относиться по 111 статье я не слышал что кто-то сказал я раскаиваюсь блин я же человека жизни решил 111 четвертая допустим да часть это тяжкие интересные повреждения повлекшие смерть или там по 105 но я не слышал чтобы люди раскаивались не слышал возможно сама обстановка к этому не предрасполагает но обычно люди говорят блин вот надо было там сбежать быстрее ну или как-то вот то есть вопрос весь в том чтобы как уйти от ответственности я не видел чтобы люди тем более от CDF как-то они смягчились в этом плане то есть я думаю что колония ничего людям не дает ни виновным ни невиновным я считаю что это вообще способ людей ну что ли сделать более жестокими а почему они должны собственно исправляться с чего если допустим даже у них там есть какая-то вина да с чего с того что они бесплатно работают или получают вот эти 7500 из которых 5000 вычитается за еду и одежду и часть одежды при этом они могут не получать а еда может быть просто бурдой вот с чего получая 2500 на руки за месяц работаешь с чего он должен быть осознать там или что-то человек озлобится скорее всего человек озлобится и вот с этим чувством он выйдет на волю на свободу если он сначала сидел за кражу потом он будет сидеть за убийство ну за что сидят сейчас остальные граждане я вообще не знаю под самоизоляцией самосидят но тоже кстати озлобление появляется видимо в чем-то процессы схожи понятно эта ситуация в конкретном исправительном учреждении но у тебя есть еще возможность обозначить какие-то и общегражданские вот взгляды и позицию по текущим событиям в Сибири то что происходит ты сейчас на свободе и по этой причине наверное тоже есть какое-то свое видение происходящего ну я на свободе но все-таки весьма условно дело в том что помимо 5 лет сроком не навесили 3 года без права публикации в сети интернет во-вторых все-таки я живу в закрытом городе а этот закрытый город после так сказать наступления эпохи коронавируса стал еще более закрытым так что я не выездной теперь так что понятие свобода сильно девальвировало за последние месяцы вот какие свои позиции обозначить но я хотел все-таки договорить по этой теме которая связана с сотрудниками колонии дело в том что мне хотелось чтобы все-таки блогеры журналисты но на журналистов надежды немного потому что они не поддержали в целом вот те материалы которые публиковал портал ТВ2 но все-таки может быть блогеры заинтересуются дело в том что у нас в Томской области как я уже рассказал про Кокунина был вот этот случай и за реальную смерть заключенного сотрудник получает условный срок и при этом находится в ожидании суда на свободе ну под домашним арестом вот эта ситуация повториться не должна тогда я был блогером и не додавил эту ситуацию сейчас мои возможности гораздо меньше чем тогда но все-таки хотелось бы чтобы те люди которые обладают возможностью публикации правом публикации это право активно использовали и не дали уйти потому что вот сейчас о чем говорится говорится о том что УФСИН Томской области назначил проверку внутреннюю а что это значит на практике внутренняя проверка когда вот произошло такое ЧП когда сотрудник высокопоставленный сотрудник колонии заместитель начальника со слов вот этого осужденного угрожает ему изнасилованием избивает его практически провоцирует что он прыгает со второго этажа потом снова избивает после этого прыжка вот что тут к этому добавить значит и что происходит они назначают проверку чем будет заниматься эта проверка заметанием следов я понимаю эту ситуацию так потому что в колониях работают те же самые опера которые которые в управлении УФСИНа те же самые по сути опера которые в этой службе безопасности этого УФСИНа то есть сегодня он в колонии работает через некоторое время его переводят в службу безопасности допустим или как там служба собственной безопасности УФСИНа то есть в управление работает в управлении через некоторое время обратно в колонию и если человек они в системе они не могут вот а я хочу вот так себя вести они не могут себя вести так как они хотят или как требует того закон и по сути дела что получается получается что сейчас кто-то приходит видимо оперов к этому парню и говорит ты напиши что ты себе ногу там сломал это вот в статьях в публикациях в интернете уже все висит ТВ2 портал в Томске ты скажи что мол при каких-то других обстоятельствах ты сам споткнулся но в таком духе трактуется ты сам упал то есть давай за мной и он это написал и только когда информация вышла я уж не знаю какими правдами и неправдами на свободу в социальные сети и Шевелев и Карташов об этом узнали только тогда они пришли и только тогда он написал что на самом деле там произошло и только тогда было возбуждено уголовное дело вот вопрос нужно ставить таким образом что пишут пишут про начальника отдела оперов то есть главный опер в СИНО Томской области его фамилия Зайцев 8 мая отмечают день оперативника 8 мая и пишут среди прочего в настоящее время роль оперативной работы которую организует начальник отдела Геннадий Зайцев трудно переоценить стабильная контролируемая обстановка в исправительных учреждениях области итог ежедневной профессиональной работы оперативных сотрудников взаимодействующих со всеми службами и отделами какая прекрасная похвала начальнику отдела я кстати с ним знаком но это уже другой как бы вопрос но что происходит если он так замечательно организует свою работу почему спрашивается его подчиненный высокопоставленный подчиненный оказывается замешанным в столь неприятной истории то есть в столь ну даже сказать не просто неприятно она криминальная то есть каким образом то есть может быть тогда так вопрос поставим может быть это происходит потому что так происходит всегда а сейчас основная претензия к этому сотруднику сотруднику который вот оказался замешан в истории где парень выпрыгивает из окна со второго этажа может быть основная претензия к нему будет в том что он не замел следы то есть не в том что он допустил такое что он себя повел таким образом что он бил заключенного нет а получается так что сейчас главная претензия что ты надел мы сейчас вот оказались в нелепой ситуации даже не знаем как оправдываться уголовное дело заведено ты зачем нас подставляешь то есть вот это репутационное там за свои места дрожат одни дрожат за свои места другие уже думают о возможном я предполагаю о карьерных каких-то достижениях убрать конкурентов и продвигаться вперед но вопрос-то в том чтобы это прекратилось а прекратиться это может только в одном случае если заключенные которые находятся в колониях будут отстаивать свои права а что на практике на практике когда кто-то из заключенных что-то начинает против ну в защиту своих прав против вот курса администрации он может быть абсолютно тупой незаконный но он свыше спущенный курс администрации если кто-то из заключенных начинает что-то делать в защиту своих прав другие заключенные его тут же пресекают это даже не связано с тем красный там черный это вот общая практика то есть это вот так происходит и заключенные молчат и заключенные молчат и потом когда-то вот случается Евгений Макаров вот как случилось в Ярославской колонии просто случайно как-то это попало на видео как-то вот он оказался парень такой бойкий что не стал молчать а в большинстве случаев запугивают и и все и люди молчат так вот чтобы это прекратить нужно нужен контроль и вот то что Карташова уполномоченный права человека и председатель УНК занимают ну последнее время они все-таки поактивнее стали после истории с пальцами возможно то есть с историей с отрубленными пальцами я уже говорил то есть они поддерживали заключенного а сотрудники колонии как-то вот их как за дурачков держали то есть вроде у них и материал собран и все а совершенно нелепую версию предлагают и они сделать ничего не могут в том числе и парню этому инвалидность нормально оформить как там требовалось понятно вот с этим связано то есть заключенные сами должны иметь активную позицию поддержку с воли и как показала вот практика избивали одного как он рассказывал в оперативном отделе избивали многих с их слов но один просто взял и нанял адвоката родителей заключенным которые находятся в условиях лишения свободы и сталкиваются с ну скажем так с агрессией стороны сотрудников с каким-то неправильным поведением они могут и должны по-хорошему если у них такая возможность есть иметь адвоката чтобы к ним приходил человек с волей и не позволял ну когда есть контроль сразу начинается уже другое отношение у сотрудников это такой ну самый очевидный по-моему момент ну я надеюсь во-первых хотел поблагодарить все-таки упомощенную по правам человека в Томской области и сотрудников общественной наблюдательной комиссии включая председателя Ивана Шевелева вот все-таки работа этих людей сделала возможным то что информация вот эта о чудовищных вещах которого 9 мая какой-то фашистский инцидент просто значит что вот эта информация попадает в сеть что люди знают о том что там происходит потому что если вы не будете этого делать возможности то есть вот это бесправие оно будет там просто процветать еще конечно желательно чтобы позиция прокуратуры в этом вопросе была более принципиальной чтобы бесплатный труд в колонии не процветал чтобы заключенным назначались настоящие ставки а не фиктивные там какие-то и платились настоящие деньги а не 2000 рублей в месяц понятно понятно спасибо Вадим это вот был такой взгляд из по другую сторону изоляции ну сейчас мы все в самоизоляции единственное что у нас нет бесплатного труда у нас бесплатное сидение ну вот такие у нас времена в общем-то обещают смягчение режима ну что ж спасибо я единственное заключение могу только поиронизировать ну наверное я теперь в авторитете в местах заключения ну и пользуясь тем что у меня за спиной целая адвокатская палата города Москвы ну чувствую себя немножко более уверенно да ну как говорится соломки подстелил и толстые толстые слоем но это все шуточки прибауточки на самом деле проблема достаточно большая и ее предстоит нам всем решать но то что блогеры не берут эту тему ну ну так уж им хочется я эту тему взял ну потому что я считаю можно зарекаться от чего угодно кроме сумы и тюрьмы ну а я продолжаю инженерить занимаюсь разработками на фронте но тем не менее иногда вот выходим в эфир вот с такой вот программой в общем-то немножко необычной но в то же время очень закономерной для современной России подписывайтесь на наш канал ставьте лайки распространяйте ссылки на видео потому что с вероятностью 90% 9 и 9 десятых это видео подадут на него жалобу и соответственно оно не будет в рекомендованных поэтому распространяйте ссылки ну в общем-то все как обычно на нашем канале не денег ради а справедливости для оставайтесь с нами до новых встреч до новых встреч субтитры